Утверждаем это, так? Эти станции безжелезной еще, конечно, это метод известный и может быть даже уже устаревший. Спасибо. Александр Александрович, Владимир Иванович, скажите, пожалуйста, вот и, ну, по этому, это проблема очень много. Но меня интересует одно. Применение труб, азбессодержащих листовых материалов, и водоводы еще существуют по улицам, именно азбестовые трубы. Когда эта проблема, она поднималась ли, решается ли, на каком уровне. Ведь весь мир давно отказался. Замечаете, я правильно сказал, современные технологии сейчас таковы, что, наверное, уже слышали, кто занимается этим вопросом, что уже даже и не железные, не азбестовые, как и артицементные трубы, не железобетонные, а специальный, ну, как бы сказать, материал, материал, применяемый химическим способом, или так производимый, вот, композитивный материал, который, чтобы не вытаскивать, например, те, которые лежат трубы на глубине, допустим, есть, очень в свое время положили на большой глубине, например, Светлогорский, грандиционные сети в одном месте даже лежат на глубине 7-9 метров. Чтобы произвести даже обыкновенный ремонт, в случае порыва-разрыва, представляете, какая надо техника, и сколько времени, чтобы сначала раскопать, потом поднять, потом опустить, потом снова закопать. Так вот, есть новая технология, новая, труба в трубу, может быть, кто-то слышал, да? Вгутновенные лебедки, затаскиваются, ну, это надо закупать, это надо закупать, просто все в деньги. И то, чтобы вот по современному мышлению, наконец, началось наших некоторых, ну, от кого зависит, должностных лиц, я имею в виду эксплуатационных, например. Например, коммунальное хозяйство не должно уже, конечно, производить даже, а производитель начинать надо. Зачем же производить, чтобы потом не закапывать, не применять? Давайте перейдем на новые технологии. Вы правильно ставите вопрос. И более дешевле, кстати, в 10 раз они приводили там данные техники экономической обоснования, когда предлагали такой метод, допустим, замены труб, что в 10 раз замена одного метра и там 100 метров дешевле, чем вот таким способом копать, открывать, опять закапывать и, понимаете? Есть ли очистки, допустим? Сюжно по рекомендации центров? Вы идем на рекомендацию получите? У меня, например, многие, не мы, а в основном все крупные министерства, ведомства имеют свои институты. И вот когда мы же контрольный орган, я обязан только проконтролировать условия, установленные ПДК перед сбросом или росту водопедивая, то есть совместно с центрами эпидемиологии, мы же всего лишь контрольный орган. Мы, конечно, должны интересоваться современными методами очистки и воды питьевой, и очистки современных стоков по всему миру, не то что у нас. Вся информация, конечно, у нас современные методы есть. Но когда говоришь им, удивляешься, чего вы ждете, ну почему вы сами, у вас свой институт есть, ведомство, для чего вы там получивших, посидевших, профессоров держите, такой штат, например. Я не буду называть один институт, я знаю, в котором несколько лабораторий, несколько, и там такие корифеи сидят, чем вы занимаетесь, господа. Понимаете, о чем идет речь? Мы же контрольный орган. Я должен взять, у нас пять лабораторий по области, одна Гомель-Областная и по крупным родам Светлогорск, Жлобин, Речица и Мозырь. Да, вот, мы жестко держим под контролем планы графики, выезжаешь, постоянно производится отбор проб, отбор проб, отбор проб. И только по данным химанализов, инструментальным данным, мы можем утверждать на сегодняшний день, что в реке Припять, Березине, Саже, Днепре. Вы понимаете? Я понимаю ваш, может быть, вопрос, вы были современно сейчас, я чувствую мысль, в каком плане, что это не Германия, к примеру, которая проводит до 300, к примеру, я понял. Ну, мы до 30, да, мы пока до 30 основным ингредиентам, ингредиентам, веществам-загрязнителям, вот. Ну, пытаемся пробиться сейчас. Я, конечно, хотел бы, как и вы знаете, взять кейс, выехать не я, допустим, лаборант. И не надо таскать эту воду оттуда, в этих бачках, старый, уже старейший метод, и брать с поверхности зеркала, или с глубины, или там с силового отложения, не понимают, о чем я. А право на месте там открыл, мы сегодня констатируем, что буквально сейчас, минуту, секунду, в вашем створе, там, на выпуске, такой процент содержания, например, того же Цветметр, если Белорусский металлический завод сейчас, например, настаивает на повышении ПДК, в деле допустимой концентрации, с целью снятия налога, например, платы за сброс топовых, по теории грязных, там, допустим, месяц 270 миллионов, вы думаете, всех текущих ценах, а вот 2,5 миллиона долларов, конечно, есть резон вокруг, как я эти пометаться, но, извините меня, мы государственный контрольный орган, и если аварийная ситуация, необходимо на 2-3 месяца согласие органа по регулированию спорно-водных ресурсов, там, допустим, аварийных тоже не сбежит, только там на какой-то срок, 2-3 месяца, и не более, с целью ликвидации вот такой ситуации. Спасибо. Есть еще вопросы? Да, пожалуйста, представьтесь. Шишин, системы, может, у вас есть информация по нашей республике? Дело в том, что на сегодня вода грязная, не только в Гомеле, в других городах, еще более грязная, и удивительно предпроставивающая мощность, которая у нас в республике, большое количество стоящего, предстоящих вещей, фильтрация для населения, фильтры бытовые, у нас практически все заводные. Те частные фирмы, которые в Минске пытаются реализовать подобные программы, бытовых фильтров для населения, они не только не имеют никаких преференций, но я лично знаю людей, я лично с ними беседую, совершенно четко могу сказать, что они имеют большие проблемы. Странно, вот у нас ситуация, и может быть, она уже меняется, и если вы знаете, тогда два слова скажите, быть может, все-таки и существует программа о том, чтобы у нас в республике были недорогие, качественные, бытовые фильтры в архиве. И тогда многие проблемы, о которых мы говорим, и которые в ближайшие 5-10 лет очевидно не решатся, можно было бы решить за нашу квартиру. Простите, маленькое уточнение, о мощностях каких имели производство этих фильтров? Фильтров на территории с улики Беларусь. И почему они не реализуются? Я немножко не об этом говорю. Во-первых, есть мощности, которые просто-напросто работают. Вы сказали, мощности простаиваются, они есть. В чем? Как реализовать такого рода производство фильтров? Более того, от такого рода программы, совершенно очевидно, можно было бы получить беспроцентные международные гранты, либо вообще получить несколько десятков миллионов долларов концевской помощи. Но я, не владея отчасти информацией подобного рода, я даже не слышал о том, что республика наша заявляла такого рода просьбы о помощи. Может быть, я не информирован, если у вас есть информация, наверное, для всех было бы это интересно. Хочу сказать вам, что в первую очередь, каждый потребитель был правильный, обязан подумать о собственном здоровье, естественно, о семье. Он должен, конечно, пути рынка, эти парцепильтры, изыскивать, естественно, сам. Мне, конечно, в свое время председатель бывшего комитета, Игорь Атемович Мачуленко, в таком требовательном форме, даже поручал и давал указания о том, чтобы поквартирно заставить, вот подумайте, если вы все потребители, как я, представитель государственного контрольного органа, поискользь храниводных ресурсов, могу каждый из вас потребителя заставить приобрести фильтр любой и установить с целью, так сказать, потребления лучшего качества воды. Вы меня понимаете, да? То есть здесь поголовно же не заставишь напрямую воду, ну, ту, которая, хотя бы, соответственно, ГОСТу вода питьевая, да? Но заставить прийти вот к простому государственному... ...эктору о том, что гражданин Иванов, вы почему не установили фильтр? Вот вы скажите, какие права я заселиваю, собственно? Препителя, гражданина, как я мог заставить приобрести этот фильтр? Он должен сам понимать, что он обязан это сделать, Но, чтобы не дробить деньги, не увеличивать количество фильтров, надо, естественно, сразу хорошие водозаборы делать. Вы понимаете, да? Зачем свои сети? Да, хорошие сети водопроводные, современные технологии очистки на начальной стадии. То есть забор, очистка, подача. Таня, как говорится, спасение. Все это надо делать, по возможности все способы хороши. И каждый человек, обязан гражданин, имеет право на лучшее качество воды. Ведь вы правильно тут поднимаете вопрос, но я, например, не могу сейчас конкретно вам сказать, что в этой части можно еще добавить. В том плане, что принять какой-то закон об обязательном поголовном приобретении фильтров. Нет, господи, никто не обращается. Это разное прежде. Даже правильно подчеркиваются и пропаганды, в том числе, что, уважаемые граждане Гомельской области, в силу того, что мы их сегодня 196 тысяч кубов забираем ежедневно из реки СОС-104 тысячи, то есть 54% примерно, мы вам рекомендуем приобрести или приобретать фильтры, например, там, и называть фирмы, например. Их стоимость, и их стоимость, да? Ну, это типа пропаганды и рекламы. Так вот, это зависит ли мне вопрос? Конечно. Не надо бувать, это то же самое, что повисать табличку, нельзя ходить по путям, а уже человек сам решает для себя, ходить по путям или не ходить. Ну, представьте себе, конечно, чаще, может быть, надо в прессе выступать, чаще, может быть, надо, знаете, это постоянно, как бы ненавязчиво, да, 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 как бы ненавязчивой форме, совместно с коллегами центра генепидемиологии, ну, и другими службами области, которые заинтересованы в здоровье, сохранении здоровья нашего населения. Это можно, это никто не ограничивает. Спасибо, Иван Иванович. Я думаю, комментарии можете дать Дмитрий Николаевич, да? Да, хотел бы, наверное, добавить, я есть. По дешевым фильтрам, фильтрам, которые учитывают особенности наших, я хотел бы сказать, и в своем выступлении, наверное, подробнее еще расскажу, что с 99-го года у нас выполняется региональная научно-техническая программа, заказчиком, которая является государственным, Гомельский областполком. И вот одно из заданий, которое в прошлом году было закончено, оно было формулировалось так, разработать фильтры дополнительной очистки воды, фильтры коллективного пользования. То есть мы пошли по какому пути решения проблемы. Во-первых, как было сказано, абсолютно верно, что как не очищая на первичном этапе воду, все равно проходя все сети коммуникационные, она подвергается вторичному загрязнению. Понимая, что в настоящее время масса фильтров есть на рынке, и зарубежных, и отечественных, мы понимали, что через какое-то время без наличия системы сервисного обслуживания, фильтров, фильтр из источника, из фильтра превращается в источник загрязнения. Вторичный загрязнение. И мы решили, как бы, поставили для себя цель решить хотя бы часть этой большой проблемы. Во-первых, взять те пункты, где действительно люди находятся, потребность которых чисто одеяна, наиболее, наверное, высока, чем других. То есть это объекты социальной сферы, детские сады, школы, больницы, санитарно-курортные учреждения. И в результате вот этого задания, которое я сказал, было разработано, во-первых, опытная партия фильтров, которая установлена, было и в кардиодиспансере, в некоторых школах, в некоторых медицинских учреждениях, в других. И помимо этого был создан еще и опытный участок по их производству и сервисному обслуживанию. То есть мы поставили цепь перед собой разработать не просто какие-то фильтры и рекомендуется, а создать какую-то систему по их сервисному обслуживанию, производству, изготовлению. Ну, конечно, здесь уже притчевые зацепы, это отсутствие бюджетных денег на установку таких фильтров на объектах социальной культурной сферы. Но потихоньку этот вопрос решается. И еще могу сказать, что в настоящее время, опять же, об этом я буду говорить, идет конкурс проектов в оригинальную программу. И один из проектов, который сейчас находится на государственной экспертизе, это освоение серийного производства бытовых фильтров на Гомельском заводе пустовых бюджетов. Как раз для решения тех целей, задач, о которых Вы говорили, то есть дешевый фильтр, который действительно учитывал бы особенности нашей воды, потому что зарубежные фильтры при всех рекламных раскрутках, они не всегда здесь достигают своих функций. Вы удовлетворены? Есть еще вопросы? Есть? Нет, что-то. Кандидату технических наук Шушкову Микола Леонидовичу, Балтийское отделение Международной академии нового сферы. Я, Саша, позволю, наверное. Да, пожалуйста. Международной академии на сфере и о Балтийском его отделении. В 1991 году по инициативе академика Урсула, академика Российской академии наук, примерно в те сроки, когда готовилась конференция в Рио-де-Жанейро, о которой уже говорили, была поднята идея о создании Международной академии на сфере. В настоящее время такая академия уже около 10, немножко даже более 10 лет существует. К сожалению, я об этом несколько слов позже скажу. У нас в республике о ней мало известно, работа ее в нашей республике малозаметна, но вместе с тем две штаб-квартиры сейчас существуют, это Нью-Йорк и Москва, и готовится открытие штаб-квартиры в Сарбоне во Франции. На сегодняшний день академия имеет 9 отделений, я всех, к сожалению, правильно не назову, не перечислю, то, что мне ближе, чем я занимаюсь, это два отделения информационных технологий. Но это говорит о том, что академия на сфере придает большое внимание информационным технологиям и всем тем проблемам и проблематикам, которые с ней связаны. главная нагрузка той работы, которая ведется в академии, это заключается в следующем, полное название Международной академии на сферы устойчивого развития. И концепции устойчивого развития региональные, планетарные, это то, над чем работает штат академиков, член-коров, которые составляют около 300 ученых, которые работают во всем мире. Это основной гостяк, и, ну, ясное дело, это не все штатные сотрудники, и не все сотрудники, которые работают в академии. Число работающих под эгидой академии составляет в настоящее время несколько тысяч человек. Но основной гостяк, я упомянул, это около 300 человек. О балтийском отделении. К сожалению, я упомянул о том, что в Беларуси отделение не зарегистрировано, хотя большая работа ведется в России, большая работа ведется на Украине, в Казахстане открытое отделение. Ну, а балтийское отделение, в котором я принимаю участие, и в котором работаю, это одно из активных отделений, и три республики балтийские принимают в ней работу, ну, и штаб-квартира балтийского отделения в городе Таллине, который сейчас, вот, к слову сказать, немножко отвлекаясь, стал прекрасным европейским городом, в котором я с удовольствием раз в два года бываю, и которым, ну, по-хорошему, можно немножко и солнце в этом плане позалидовать. Схема финансирования и структура работы. Несмотря на то, что основная в названии, в концепции работы, это теория устойчивого развития, надо, конечно, сказать, что теория, как таковая, в настоящее время нельзя сказать, чтобы сложилась, и ситуация с теорией устойчивого развития, она такова, как было лет, наверное, 30-40 назад с теорией кибернетики, когда был поиск научного направления, ну, а сейчас кибернетика, это, по сути дела, с физикой и математикой, наверное, все мы понимаем, основная наука, которая позволяет развиваться нашему миру, нашему обществу. Так вот, на мой взгляд, и с теорией устойчивого развития. Вместе с тем, основное, на сегодняшний день, можно сказать, то, чем занимается Академия, это предвосхищать проблемы, в академическом плане предлагать решения, и, если возможно, насколько это возможно, для общественной организации, Академия, это общественная организация, пытаться решать прикладные программы, прикладные проблемы. Здесь я должен сказать, что Академия существует под гидой ЮНЕСКО, ну и основной спонсор, основная база, под которой существует и работает Академия, это ООН. ЮНЕСКО и ООН. Это две организации, ну, которые, в сути, единая, конечно, организация, которая помогает работе Академии, которая спонсирует ее в большой степени, и которая помогает проталкивать, скажем так, идеи, концепции, ну и так далее, все, что с этим связано. Для того, чтобы вот конкретно, вот один из конкретных примеров того, как вот работает Академия и как от глобальных проблем делаются попытки, решаются прикладные проблемы, я упомяну, например, о информационной безопасности, о которой последние год-два говорят довольно активно, и все мы понимаем, что, наверное, там существуют проблемы и слова сочетания информационной безопасности, она уже на слуху. Академия обнаружила факт у себя пятилетней давности. Концепция устойчивого развития по заказу российского правительства, к слову сказать, примерно в это же время была разрабатывалась концепция устойчивого развития, вот о ней уже сегодня тоже упоминалась, и у нас в республике, но ситуация в том, что концепция, которая была разработана для России и с участием, к слову сказать, российского правительства, это несколько огромных томов. Наша концепция, которую я видел, это маленькая брошюрка, вот это отношение вот к этой проблематике, которая говорит о том, что у нас в республике пока, ну, нету, наверное, должного понимания. Десять лет назад уже активно разрабатывались, и которые концептуально сначала разрабатывались, это, например, вот я прямо по пунктам процедуруют, информационно-психологическая безопасность в факторе риска. Коллеги из медицинского института, наверное, согласятся, что такая проблема существует. Вот о ней тогда уже не только стала академия говорить и в образовательном плане ставить вопрос, но и начинала уже предлагать решение такого рода проблем. Дальше. Средства массовой информации, интернет, как источники угроз психическому и нравственному здоровью. Пять лет назад, когда Билл Гейс начинал пропагандировать активную программу агитации за интернет, в это время академия уже поставила вопрос, предвосхищая, конечно, то, что может появиться, предвосхищала эту проблему, те проблемы, которые интернет себе может нести. И на самом деле мы уже знаем, что есть проблемы для психического здоровья, есть проблемы для национальной безопасности. Ну и так далее. Я могу цитировать еще несколько вопросов. Далее. Вопрос заключается не только в том, чтобы такого рода вопросы поднимать и предлагать решения. Такого рода решения тоже предлагаются, но вместе с тем и в прикладном плане например, Балтийская академия наук за последние 6 лет подготовила около 20 учебников опять же по информационным технологиям. С одной стороны это решение проблем и предвосхищение тех вопросов, которые информационные технологии в себе могут нести. С другой стороны, я повторяю, около 20 учебников, учебных пособий, которые позволяли бы студентам, школьникам правильно осваивать и получать от информационных технологий то, что от них можно получать и в том виде, который тебе позволяет улучшать свои качества жизни. Ну, например, это компьютерная математика, компьютерные технологии, которые позволяют проверить. Продолжение следует... Продолжение следует...